Россиянам всегда нужны красивые номера, красивые машины, литые хромированные диски на всем, от Запорожца до Каена. И такого понторезания, как в Москве, я не встречал нигде в мире. Нигде. И причем это вот что-то такое, не знаю, от рождения, что-то такое нам дается. Но суть не в этом. Я просто, допустим, слышал еще где-то за года два до принятия этого вот этой меры, закон, как это назвать. Кто-то мне, причем из таксистов, говорил, что вот в Грузии уже существует такое правило, то есть если ты хочешь себе красивый номер, ты платишь какую-то пошлину, то есть просто как вот за какую-то такую услугу. Ты там платишь, и тебе вот, ну как телефон, ты себе выбираешь красивый номер телефона, так же тебе там выбирают красивый автовильной. И как бы государственный в накладе, и никому-то на лапу не даешь, и имеешь все хочешь. Я, честно говоря, не знаю, что в этом плохого. Вопрос, опять же, в реализации. Идея-то может быть и неплохая. А кто, куда эти кому деньги пойдут? Кто-то мне еще говорил, что эти красивые номера специально развешивали на какую-то спецтехнику, там типа автобусов, троллейбусов, каких-то там служебных машин, чтобы они не вызывали соблазнов у простых рядовых граждан. Что когда там видят какой-нибудь самосвал с пятью семерками, выглядит это, конечно, забавно. Но вообще я считаю, что ну что, ну это понты. Это просто понты, и они всегда были, всегда будут, и всегда кто-то за это где-то кому-то будет платить. Не вижу в этом большой какой-то беды. У меня машина, у меня 21-я Волга, и мне предлагали сделать номера 021. Я сказал, ребят, не может быть все сразу. Понимаете, когда у тебя есть такая машина, и ты еще понтишься номерами, это уже перебор. Вот надо немножечко понимать, где можно выпендриться, а где остановиться. Поэтому я езжу на обычных номерах.